автомобили автомобили буквально все заполонили друзья всем привет прямо сейчас у нас будет специальный репортаж на тему автозапчастей год назад мы снимали с александром человек который 10 лет занимается продажей запчастей в россии сюжет о том что же происходит на рынке против нашей страны вводят санкции на сегодняшний день уже введен 11 пакет и нам тогда еще говорили будете кататься на ослах запчастей у вас не будет либо вот по таким ценам человек покупал колодки на range rover за 140 тысяч рублей сегодня они же стоят 20 тысяч рублей как изменилась ситуация на рынке автозапчастей в россии сегодня прямо сейчас обо всем этом мы поговорим расскажем вам плюсы расскажем вам минусы а вы сделаете выводы ведь эта информация касается абсолютно каждого даже если у вас нет автомобиля вы пользуетесь такси вы пользуетесь доставками и все это влияет на цену далее мы в деталях расскажем что с корейскими брендами что с японией что с европой все это в цифрах что с подделками все детально расскажу но прежде чем мы продолжим я просто обязан вас познакомить со спонсором выпуска последнее время сложно найти адекватное по цене и безопасное по качеству масло я как автомобилист хочу для своего автомобиля лучше но как найти баланс между реальным качеством и доступной ценой так вот мирокс все сделал за вас это моторное масло которое объединяет себе инновации и адекватный ценник масло производится на крупнейшем в европе технопарке юпек под контролем корейских специалистов локализация производства позволяет значительно снизить расходы и издержки на логистику пошлины и прочие затраты связанные с импортом готовой продукции а это и позволяет сделать цену такой привлекательный а масло технологичным и кстати в технопарке юпек на контрактной основе производятся многие известные бренды моторных масел включая признанных лидеров рынка а внутри масла классная технология антиокс это специальные антиокислительные компоненты и благодаря им пакет присадок срабатывает медленнее а значит дольше сохраняет свои свойства и защищает двигатель вашего автомобиля в маслах мирокс оригинальные присадки ведущего европейского производителя а этикетка на канистре имеет пять степеней защиты от подделки ты защищен от контрафакта ребята постарались сделать все чтобы призойти конкурентов скажу последнее у масел широкая линейка на любой вкус для японцев корейцев или европейцев а еще очень удобно заказывать на маркетплейсах в общем если вы хотите быть спокойным за ваш двигатель то масло мирокс ваш выбор ссылка и промокод на скидку ждут вас в описании знакомьтесь или вспоминаете александр саш привет спасибо большое что подготовился к этому сюжету и сейчас ты нам кратенько и по существу расскажешь что же происходит на рынке россии по автозапчастям кузовщине все что с этим связано ну давай начнем с конца мы с тобой снимали год назад в мае 2022 года вот на сегодняшний день конец июня расскажи пожалуйста как изменилась ситуация на сегодняшний день что вообще в целом сейчас на рынке ну в целом в принципе все хорошо это даже сказала по сравнению с тем годом с тем именно месяцем мая когда еще была небольшая паника люди хватали все что вы когда это было по любым ценам вот поэтому но если в общем если в общем то ситуация стабилизировалась и я думаю что улучшение процентов на 80 по номенклатуре хорошее улучшение ну смотри народ голосует рублем когда происходил рост цен все хватались за голову колодки на рейндж ровер 110 тысяч рублей при том что им цена там десятка условно что сегодня с ценами корейцы японцы немцы но непосредственно именно по ценам корейцы там вообще все очень хорошо практически по сравнению даже с январем 2022 годом где-то 0 процентов роста по каким-то позициям даже есть очень большое снижение если взять например фильтр масляный ходовой самый то есть он стал там в районе 400 рублей сейчас его там за 300 можно купить я про оригинал конечно говорю с маслами корейских брендов тоже проблем никаких нет тот же масло кикс в весь ассортимент есть продажи активно сейчас завозится масло под брендом hyundai x-tier это завод shell вместе с компанией hyundai сделал его открыл в корее пару лет назад и вот вся номенклатура их линейка всех их масел жидкости разных она тоже вся присутствует и цены очень даже хорошая япония практически то же самое как и по корее какие-то позиции тоже даже есть дешевле у меня даже закладываться все-таки такое ощущение что когда вот эта вся ситуация можно было смотреть на изменение цен что плохую роль для нас играли представительства видно они завышали на оригинал такие наценки до зарабатывали себе столько в карман что цены были мы просто каких стран потому что сейчас представить нет но цены ниже чем это было в январе вот масло бы японских брендов также есть продажи и как то же самое тойотское масло про который мы год назад разговаривали и дэмицу наладили поставки мазовское масло оригинальной завозе то есть очень все хорошо по европейским брендам ситуация немного хуже все-таки с европой у нас нет прямых контактов все идет в обход из-за этого наценка логистика дороже наценка выше если скажем вак брать то подорожание в районе 20 20 процентов 25 прошу прощения процентов mercedes и land rover такие вот бренды audi audi уже сказал у mercedes land rover там порядка 30 процентов самая большая процентка по европейцам этого бмв 30-40 процентов до объясню принципе могу объяснить почему конечно когда вся эта ситуация началась и взлетели наценки до в профит вышел огромный в этот бизнес нырнуло огромное количество разных людей разных организаций которые занимались импортом там я не знаю медицинского оборудования там холодильников и счетчет они увидели что здесь как караул можно тысячу процентов поднять и соответственно все сюда нырнули завезли огромное количество запчастей летом прошлого года и столкнулись реализации рынок перенасытили мы даже мы в том числе мы перестали вести запчасти бмв потому что их и так было на рынке огромное количество смысла не было никакого и те компании они столкнулись реализации своей продукции стали чтобы вытаскивать деньги из оборота стали сбрасывать уже просто в ноль даже из-за этого цены бмв они осенью очень сильно понизились были очень классными все их покупали сейчас соответственно эти компании уже не заниматься импортом остаются только профильные игроки выстраивается налаживается обратно вот эта вся ситуация и цены соответственно начинают опять расти плюс мы видим курс увеличился из-за этого получилось так что бмв никто не вез кто раньше возил те кто привез продали сейчас небольшой дефицит и цена выросла опять же из-за того что на рынке остаются только профильные импортеры я уверен что концу лета цены еще вырастут на 10-15 процентов по всему рынку ну а где тогда те самые люди которые хотели заработать что они не хотят сейчас заполнить нишу еще но сейчас им уже не интересно сейчас уже наценки там среднем получается 20-25 процентов извини меня геморрой скажем тогда его достаточно много надо оплатить придумать как надо привести придумать как надо придумать как продать короче все хотят заморачиваться 1000 процентов и особо не напрягаться вот это интересно где маленькая наценочка как вот нам люди на говорят ну надо же к народу там типа плюс 3 процента копеечку заработал ребят таких нету никто не хочет и вы в том числе тоже никогда не будете заниматься поставками хрен знает откуда вот такими путями за плюс 5 процентов карману так это не работает на сегодняшний день в отношении нашей страны введен уже 11 пакет санкций и в том числе я слышу что хотят запрещать эти все схемы обхода чтобы не было поставок через третьи лица и так далее как на самом деле работает ситуация вот скажи мне на сегодняшний день мы стоим корабли плывут поезда едут самолеты летят запчасти вот именно все что связано с автомобилями без проблем заводится или есть проблем нет сейчас проблем никаких нет а единственная проблема который как я говорю почему повлияет на 10-15 процентов подорожания эта проблема связана с оплатой потому что если наверняка слышали в новостях тот же самый банк китая он запретил резидентам россии делать оплату в европу в юаню соответственно нужно будет прокладка то есть кому-то будут перечисляться деньги а тот кто-то будет перечислять их в европу а он за это попросит короче конечно по тематика простая поэтому цены поднимутся в ближайшее время из-за этого 11 пакета до санкций они немного поднимутся но то что будет какое-то именно дефицит это вряд ли потому что ну реально рынок огромный желающих сюда что-то продать но просто караул мы мы запчасти даже из сша заказываем вроде бы санкции но запчасти оттуда заказываем все вот эти санкции получается единственный геморрой который от них появляется это ну я высказываю саша подтвердит не подтвердит первое это поставка растянулась просто больше занимает времени 1 второе это в силу того что вот такие пути это в рост цены да то есть рода конечный пользователь потребитель сначала цена выросла вот так а сейчас она спала там до определенного так сказать нащупали так сказать дно или как выходить еще пульс ценник по которому можно торговать ну и опять же рост валюты это стандартное явление которое может влиять основание этого смотрите подводим черту запчасти есть всего полно пожалуйста на любой вкус на любой кошелек мы говорим про дешевые машины средние дорогие нам всегда говорят то что проблема жопа развития не будет вот давай какой тот негатив расскажи с какими прям проблемами мы столкнулись что плохо сейчас плохо дим как и годом ранее это кузовные запчасти и к сожалению везут очень мало те импортеры которые за них берутся они их везут в основном для крупных дилеров под заказ большими партиями единичные заказы они не принимают соответственно кузовная запчасть которые есть уделия сами понимаете почему она будет продавать он не захочет на ней мало заработать и поэтому да к сожалению с ними есть проблемы есть проблема с электронными узлами там фары какие-то блоки управления это все очень дорого и не все берутся их привозить потому что это не ликвидный товар и даже под заказ не факт что получится поэтому если вы не находите запчасть на территории россии новый либо был единственный вариант это обращаться в магазины которые уже появляются в соседних дружественных странах и пытаться заказать через них либо ехать туда либо по интернету нужно как помощь а как понять ты говоришь то что даже под заказ а допустим если нужна какая-то фара ее нету я чё под заказу не смогу заказать откажут не станут вести а почему кому как я сказал то есть если импортер не дает такой товар для заказа то ты даже не увидишь его в сетке товаров что его вообще можно заказать то есть мы же мы работаем по определенным программам и в этих программах загружаются прайс-листы поставщиков и ты уже можешь видеть есть это запчасть кто-то хоть кто-то и и предлагает тебе ее продать под заказ или нет если ее нет то мы физически даже не знаем кому обратиться чтобы ее заказать поэтому я говорю что если мы говорим ее нет в продаже значит только соседние страны либо был во всех минусов нужно видеть плюс соответственно ребята соблюдайте дистанцию не жмитесь не толкайте съездите аккуратно проявляйте уважение к другим участникам внимательнее будьте не сидите в телефонах таким образом вы избежите того самого дтп и вопрос кузовщины вас не коснется уж точно объясню мушка улетела поэтому придерживая чтобы вам не сумела от ветра хорошо минус услышали еще какие-то минус есть какие-то проблемы стоимость само собой разумеется и четвертый минус которому сейчас тоже поговорим наверняка один это подделки то есть их огромное количество стало и еще один тоже существенный минус это поддержка гарантия потому как по закону вроде как те представительства которые работают они предоставляют гарантию на свой товар но те кто не работает понятное дело что товар который заводится по параллельному импорту гарантию на него никто поддержку давать не будет именно в массовом да так сказать сегменте то есть все дают максимум две недели даже наши покупатели вы можете обратиться посмотреть на любое крупные какой-нибудь интернет магазин запчастей и вы не найдете там раздел гарантии или информация гарантии потому что все сейчас пытаются от этого дистанцироваться потому что к сожалению нету представительств никто не поддержку никакой не осуществляет а логистика время ожидания если раньше можно было быстро все привести сейчас это еще также получите ваш товар но чуть дольше и соответственно чуть дороже еще не факт что он придет бывает отказа в последний день то есть дает например поставщик срок 50 дней сидим ждем 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 в пятидесятый день наступает и нам приходит письмо отказ без объяснений причин то есть покупатели должны быть готовы что даже такое может быть гарантию доставки никто не гарантии не дает ее нету контрафакт подделка что здесь полным полно всякой хрени до подделок очень много дим вы появилась на рынке даже в таких направлениях такие детали которые мы не то что не сталкивались даже при представить и невозможно было что такая деталь может поступить и поддельный для примера и недавно мы делали продажу поддона коробки передач для porsche panamera и смогли только на 5 или 6 поддон подобрать который был оригинальный и это не значит поставщики наши такие плохие хотят подделку нам продать они просто банально так как вещь не ликвидная продается крайне редко и понять что эту подделку тебе кто-то поставил даже за границы тебе ее продал очень тяжело специально никто из наших поставщиков не ставит целью продать подделку просто она пришла и нам вот пришлось ее вы выявлять и мы выяснили опять же если спросить как мы это выявили вот реально с миру по нитке то есть каждый нюанс везде смотрели сравнивали и поняли что это подделка это был нормально чем плохо для покупателей подделки даже честно вам скажу бывает очень высокого качества например фильтр воздушный салон и если вы понаретесь на поделку для машины если он будет качественно поделать на машине ничего страшного не будет вот с поддоном ситуация такая что бывает подделки настолько качественные ты на них смотришь вообще никак ничем не отличить вроде материал все классные так далее но там пластик очень слабый соответственно наша зима мороз поддон трескается масло вытекает человек попадает на коробку вот поэтому подделки да их очень много и тут для покупателей если говорить о советах каких-то неважно где вы будете покупать так скажем ряд советов да это прежде всего пытаться найти магазин с которым ну хотя бы отзывы более менее нормальные спрашивать у продавца в таком магазине гарантирует ли вам что это будет не подделка что это будет качественно бесполезно любой продавец который хочет продать спарить да он будет да это качественно это не подделка но по факту реально пока деталь не пришла пока ты ее в руках не подержал не посмотрел никто это неправда это обман если говорить так поэтому заказки магазина где хотя бы деталь проверяет прежде чем вам ее отдать если вы купили деталь она к вам пришла сами визуально ее все посмотрите заставьте мастера своего чтобы он к деталь сравнил с установленной деталью до прежде чем ее привинчивать прикручивать и так далее ну и соответственно чтобы магазин в котором вы покупали имел к вам имел лояльность покупателю то есть мог идти на контакт на замену на возврат чтобы если все-таки вы сомневаетесь или точно вы получили некачественный товар можно было его вернуть таким образом еще один минус да вы должны понимать с чем сегодня мы с вами можем сталкиваться вот допустим сейчас этот ролик смотрит девушка женщина молодой парень взрослый который вообще ни сном ни духом про эти вот железки масла и так далее мой ну нахрен не надо ходить смотреть изучать он хочет купить сделать того и остаться довольным раньше это можно было приехать дилеру обслуживаться сейчас мы по некоторым брендам такая возможность осталась а где-то местами ты можешь купить нарваться дорогостоящий ремонт с таким столкнуться можно но вот опять же как часто это происходит ты следишь за этим что там постоянно сервисы пишут блин вот человек приехал поставили а эта хрень жалуются ну я не могу сказать насколько часто в принципе я могу только за нашу компанию рассказать мы с подделками сталкиваемся приблизительно раз в неделю стабильно то есть мы заказываем какую-то деталь она приходит опять же тут тоже все понимали мы все детали проверяем я сам лично проверяю деталей даже если наша компания будет все хорошо мы будем расти я до секунду буду до последнего стараться именно сам сама лично проверять детали честно это не какое-то хвостовство или еще чего-то но это реально если что-то произойдет я своим кошельком буду отвечать это в моих же интересах проверять детали но даже и мы мы не роботы бывает так что мы можем упустить было такой случай честно признаюсь два раза мы деталь поддельную пропустили вышел получил ее клиент слава богу его внимательность внимательность его мастера позволила выявить и данную деталь утилизировать такое к сожалению может быть и как-то тут спросил то что да раз в неделю стабильно деталь какая-то поддельная подступает поэтому как говорится ушки должны быть нам от обязательно следить нужно за всем не расслабляться и это вот те самые минусы которые нам да ну сейчас сейчас сам за и добавить хотел дим к сожалению даже у официального дилера вы можете столкнуться с подделкой потому как многие крупные дилеры сейчас поставили своей целью продажи сделать именно в области запчастей они автомобиль бизнесов особенно у кого есть склады есть ресурсы и у них задача для менеджеров такая чтоб склад был всегда заполнен запчастями самыми ходовыми и если менеджер болел или там был в отпуске и соответственно профукал какую-то деталь ему надо срочно пополнить и и он пытается ну не лишиться премии да там штраф попасть он и пытается быстро где-то на рынке купить как можно чтобы быстрее ему привезли на качество не обращает внимание и были такие случаи что мы как оптовые покупатели у таких дилеров заказывали такой товар будучи уверены что придет все замечает на приходит приходила подделка вот здесь хочу добавить почему весь ролик записан только с александром конечно для объективности для полноты картины было бы неплохо чтобы в ролике принимала 5 10 20 человек которые занимаются запчастями по всей нашей стране я естественно делал публикацию в телеграме канала где говорил ребята кто работает в этой сфере пишите задам вам вопросы сделаем совместный сюжет отзывов было ноль ноль человек кто захотел принять участие а могли бы получить абсолютно бесплатно ссылочку на ваш магазин в описании именно поэтому подписывайтесь на телеграм я стараюсь там делать различные анонсы публиковать подборки с машинами публиковать наблюдение в общем много чего там есть интересно подписывайтесь отписаться сюда успеете ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии но по кузовщине опять же дим тоже такой нюанс интересный свято место пустыне бывает есть ниши которые надо заполнить и слава богу есть наши ребята на в нашей стране которые это понимают и начинают в этот бизнес потихоньку вливаться для примера есть компания не для не рекламы радио да есть компания технопласт которые уже для массового рынка кио рио хендай солярис производят бампера капоты и продает их как в крашенном виде так и не крашенными и при этом цены очень демократичные по отзыву наших покупателей реально бампера очень хорошего качества нельзя сказать что прям идеального но хорошего качества по сравнению для муж так говорится пойдет да конечно и если человек например хочет быстро просто привести машину в порядок он может купить окрашенный уже бампер да он будет не сильно там крутой окрас не сильно будет там гармонировать по оттенку с машины со всей остальной но за три там четыре тысячи рублей он готовую деталь по не получает сразу и ставит и все не хочу делать не нужно реально вот такие случаи есть и появляются компании которые уже начинают это все занимать эти ниши еще интересное наблюдение заключается в том что никто действительно сталкиваются тем что они берут а там написаны мэйдэн там джермани а мэйдэн чайна на китайском языке у него сразу вот ассоциация это поделка это китай а китай для него это по-любому плохо то есть вот все что негативно есть китаем вот сразу ассоциация все это плохое хотя ему да нет это оригинал он мне нахрен все фуфил муфил давай мне мэйдэн черт джермани правильно да совершенно верно и к сожалению тот именно тот класс покупателей которым бесполезно что-либо объясню саж отдельный блок мы просто обязаны посвятить китайским производителям в силу того что это на сегодняшний день самые массовые продажи автомобилей от официалов которые сами по себе несут гарантию приехать которым на сервис можно и не заморачиваться покупки маслов фильтром масел фильтров и прочего приехал сделал но если вдруг человек хочет купить на стороне какая ситуация что-то есть кузовщин очень важно скажешь что с ними неприятный до звук в одном из выпусков я уже говорил что сломался вход на микрофоне для подключения петлички поэтому дальше я отвечу за сашу но в целом мы уже все записали он самом конце начал подводить по китайским автомобилям вообще все эти вставки с текстом который вы видите на экране это он писал изначально план по которому мы снимаем что будем рассказывать запрашивать запчасти все те клиенты которые приходили на них запчасти были отмечают что их не так много в основном пока закупают запчасти на другие автомобили но тот же момент вот видите удивляются сами что очень высокие цены и что путаница есть каталожными цифрами далее с коммерческим транспортом ситуация плюс минус точно такая же как и с гражданскими автомобилями назовем их так ну и собственно люкс это прямо что-то действительно дорогое там прирост на некоторые вещи 50-100 процентов а нам как говорится хоть миллион процентов потому что люкс это уже реально сверх дорогие автомобили есть я машина за 50 миллионов рублей будь добр купить себе фильтр воздушный за 50000 рублей финал краткая выжимка запчасти все есть но есть контрафакт запчасти привозят но выросли сроки ждать нужно не может произойти отказ да соответственно еще и еще ждешь но в любом случае заполучить ее можно запчасти есть но выросли цен но местами цены уже не дана по массовому рынку цены даже ниже чем было до всех этих событий и возможно здесь вина представительств которые скорее всего делали свою наценку грабительскую поэтому сейчас реально прослойка в виде представительств убрана и цены на удивление стали ниже кузовщина как было проблемой так и осталось при необходимости желание найти можно но по некоторым частям нужно будет постараться собственно такая информация тебе огромное спасибо что приехал рассказал нам все делайте выводы мы сделали для вас кратенькую выжимку по всей ситуации которые на сегодняшний день происходят на рынке нам рассказывают то что ничего у вас не будет будете кататься на ослах мы вводим против вас уже одиннадцатый пакет санкций не то чтобы мы как страна это обходим все страны сообща работа офис вообще выше нам мешают жить но люди между собой кооперируются сами находят 3 фирмы 4 5 10 таким образом на сегодняшний день все есть купить можно вопрос времени где-то выросла цена само собой я не думаю что если бы не было бы санкций за год полтора цены сами по себе бы не выросли и так бы все росло как всегда каждый год у нас как и во всему во всем мире постепенно все только лишь растет короче не размазывая кашу по тарелке всех приглашаю в комментариях если вы хотите добавить что-то полезное пожалуйста пишите развернутые ваши комментарии по существу ведь кто-то будет читать ему ваш совет будет полезен все полезные ссылочки ждут вас в описании обязательно ребята просто обязательно подписывайтесь на телеграм-канала куда я делаю различные публикации делаю различные анонсы не добавить не убавить ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч всем пока пока